Итак, всем привет! Hello World! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим серию о структурах данных. И сегодня мы с вами поговорим о такой довольно своеобразной структуре под названием Stack. В прошлых видео мы с вами закончили говорить о классе Vector в Java. Те, кто еще не видел эти видео, самое время посмотреть. Ссылка должна появиться в правом верхнем углу на последнее видео из серии Vector. А сегодня мы с вами обсудим Stack. То есть сегодняшнее видео будет без примеров кода. А сегодня мы с вами просто обсудим, что такое Stack, какие для него существуют операции и в чем его особенность. И в чем отличие, например, от того же вектора. Итак, в принципе, вот сейчас вы на экране должны видеть картинку, которая, собственно, и иллюстрирует, что такое Stack. То есть Stack это некий лист или список, но его особенность заключается в том, что мы и добавляем, и извлекаем элементы с одного и того же конца. То есть если у нас есть обычный лист или, например, вектор, скажем, то добавление происходит всегда в конец. Извлекать мы можем, как мы хотим. Соответственно, Get, Index и получили. То есть в Stack мы всегда кладем наверх, и, соответственно, получить мы тоже можем только верхний элемент. И, соответственно, Stack реализует так называемую модель Last In, First Out. То есть тот, кто последний зашел, тот, соответственно, и первый вышел из очереди. То есть эта модель очень часто применяется в телетрафике, в телекоммуникациях для описания неких очередей пакетов. То есть первоначально может показаться, что такая структура довольно искусственная и мало где применяется в реальной жизни. Но на самом деле вокруг нас множество примеров. Например, стопка книг лежит на столе. Соответственно, чаще всего мы наверх кладем, наверх стопки кладем новую книгу. И, соответственно, берем, когда тоже чаще всего берем верхнюю книгу, а не роемся где-то там в середине. Хотя это возможно. Для Stack это невозможно. Самые яркие примеры, например, из программирования, это, например, кнопка Back в веб-браузере. То есть у нас веб-браузер накапливает историю посещаемых страницами. И, соответственно, когда мы нажимаем кнопку Back, мы, соответственно, извлекаем последний элемент. То есть последнюю страницу, которую мы посетили до этого. То есть она первая положилась в наш Stack, и при нажатии на Back мы возвращаемся к ней. То есть, опять же, берем ту страницу, которую мы положили в Stack последнюю. Второй пример это кнопка Ando. То есть, например, мы пишем что-то в текстовом редакторе, нажимаем Ctrl-Z чаще всего, мы возвращаемся к последнему предыдущему состоянию. То есть последнее состояние, которое мы запомнили, то есть положили как последнее. Мы при однократном нажатии кнопки Ando мы возвращаемся к нему. То есть обращаемся к тому элементу, который мы положили последним. То есть, если вы подумаете, можно еще вспомнить какие-то примеры. То есть Stack, он на самом деле используется довольно часто, особенно при моделировании очередей в телетрафике, в телекоммуникациях. Это очень популярно. И, собственно говоря, какие операции могут быть для него доступны. То есть пока мы говорим с вами чисто теоретически, без привязки к конкретному классу в Java. Это первое, это, конечно, создание. То есть создаем Stack, используя соответствующий конструктор, если мы говорим о Java. Дальше мы можем, например, проверить, является ли наш Stack пустым или в нем что-то есть. Из Empty, например, используя метод. Также для Stack есть две специальные операции. Это добавление элемента, который известен как Push. То есть, если вы увидите, чаще всего в контексте Stack будет говориться не о добавлении элемента, а именно о Push. Это есть не что иное, как добавление нового элемента в Stack наверх, в конец очереди. И, соответственно, удаление или операция Pop, это, скорее даже, не удаление, а извлечение элемента из Stack. То есть, и, соответственно, операция Pop позволяет нам получить доступ к последнему элементу Stack, который был положен туда последним. Собственно говоря, у нас есть доступ к верхнему элементу, и также мы можем увидеть все содержимое Stack, то есть, что там есть. Но при этом, еще раз, доступ у нас есть только к тому элементу, который был добавлен в Stack последним. Собственно говоря, это иллюстрация того, как это происходит. То есть, вот у нас есть пустой наш Stack. Используя команду Push, мы добавляем некий элемент A. Соответственно, у нас один элемент в Stack, соответственно, вверх у нас сдвигается, один элемент наверх, то есть, очередь растет. Используя еще раз команду Push, мы добавляем еще один элемент в наш Stack. Как мы видим, мы его добавляем наверх. То есть, несмотря на то, что элемент A был добавлен раньше, B у нас находится выше, и, соответственно, он является первым элементом на извлечение. И, соответственно, при операции Pop, мы достаем элемент, и он удаляется из Stack. Соответственно, B пришел последний, Last In, но вышел первым, First Out. Соответственно, по теории на сегодня это все. В следующий раз мы с вами начнем изучать то, как данная концепция Stack реализована в Java, как работать с методом Push, как работать с методом Pop, как создавать Stack, какие типы объектов он может в себе хранить и так далее. На этом у меня на сегодня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Вы сегодня узнали что-то новое. Также не забывайте подписываться на канал, если вы по каким-то причинам этого еще не сделали. Также включайте колокольчик, чтобы получать оповещения о YouTube, о выходе новых видео. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. И всем до новых встреч.